Очередная шумиха разразилась вокруг вакантного места в крупной национальной кампании. Новость о поиске кандидата на высокую должность, распространенная информагентствами, вызвала скептическую реакцию у блогеров. В нашем материале ответ представителя нацкомпании о том, как на самом деле проходит конкурс. 23 августа на сайте фонда Самрук Казына разместили объявление о конкурсе на должность директора департамента управления человеческими ресурсами. Обычная практика публикации вакансий вызвала скептическую реакцию у блогеров. Друг на днях скинул ссылку, что Самрук Казына ищет сотрудника на должность директора HR. Чтобы вакансия была прозрачной, они выложили объявление у себя на сайте. Интересно, кто придет на эту должность? Мы обратились в фонд и выяснили, какие требования существуют к новому директору департамента. Нужно профессиональное образование либо в области управления персоналом, либо экономическое образование. Конечно, желательно наличие MBA или магистратуры в области управления персоналом. Наличие различных международных сертификатов. В совокупности, ну как минимум, 10 лет опыта в этом направлении. А вот правила поиска и отбора были введены еще в апреле 2018 года. Неотъемлемый элемент обязательна публикация результатов конкурсов в открытом доступе, чтобы было видно, почему выбран тот или иной кандидат. Внедрена восьмиступенчатая система конкурсного отбора, которая позволяет максимально оценить потенциал кандидатов. По словам председателя фонда, на одну должность приходится около полутора сотен претендентов. К слову, с начала года на официальном портале выставили около 80 вакансий. Требования по каждой из них подробно расписаны на сайте. Айдана Карибжанова, Анжела Гарипова, Хабар, 24, Астана.